Жми на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. А по моему промокоду Райли ты получишь скидку в 10%. Всем привет, ребят, с вами снова Райли, и я очень рад приветствовать вас на своём канале в этот превосходный, замечательный, тёплый день на удивление. Мне звонит Брюси, Брюси, пока что некогда с тобой общаться, а вот, прости, братишка, сейчас не до тебя, прошлые дни были просто холодные, но сегодня, ребят, наступило неожиданно лето, 25 градусов за окном, тёплый воздух, всё замечательно. Вот, надеюсь, у вас тоже сегодня всё хорошо, и, ребят, сегодня мы с вами сделаем просто ультра-мега-топовый экспериментик в всеми забытой игре GTA 4. Как бы ни было грустно это осознавать, но на самом деле это так. Если вы не знаете, почему люди не любят GTA 4, то рекомендую вам посмотреть вот это видео, которое у вас высадилось справа сверху в подсказках. Там я рассказываю причины, почему люди недолюбливают данную игру, я думаю, вам будет интересно и вам понравится, обязательно посмотрите. Ну и давайте, наконец-таки, перейдём к теме видео, а то немножко заговорился, прошу сразу прощения за мою лишнюю болтовню. В общем, как вы знаете, в GTA 4 впервые появились такси, ну, хотя они были и раньше, я имею в виду про возможность ездить на такси, чтобы такси доставляло вас в определённую точку, то есть вы звоните Роману, вызываете такси, либо ловите вот эти вот жёлтенькие таксишки, да, в Нью-Йорке. Как вы знаете, Нью-Йоркские такси самые знаменитые. И отличаются они вот таким вот жёлтым цветом. Итак вот, ребят, в общем, как вы знаете, в GTA 4 есть остров Свобода, где располагается статуя Свобода. И мне пришла в голову мысль, а сможет ли такси добраться до этого острова? Вот серьёзно, вот, взять, вызвать такси, поставить метку и поехать дотуда. Потому что, как я знаю, если поставить в любое место, такси нас приведёт именно туда. И также посмотрим, сможет ли такси нас довезти в неоткрытый город. У меня, допустим, вот на данный момент не открыт вот этот вот западный район Либерти Сити. Там стоят на мосту полицейские и никого не пускают. В общем, посмотрим, сможет ли нас такси туда довезти. Так что, я думаю, у нас, ребята, сегодня получится просто нереальный эксперимент. Так что, надеюсь, у нас всё сегодня получится. И я надеюсь, что вам понравится. Ну и мне, соответственно, тоже, потому что я не знаю, что на самом деле произойдёт. Так что, погнали. И сразу извиняюсь за всю мою лишнюю болтовню, которую я сейчас вам наговорил. Просто в самом начале я всегда говорю подробно, что мы будем делать в данном видео. Чтобы всё было по порядку. И перед тем, как мы сейчас сядем в такси, которая только что уехала. Вот приветик от меня получает вот эти классные ребята. Именно Дима Тимирдинов. Приветик тебе, Виталий Кузнецов. И большой привет тебе, Юлия Калина. Спасибо вам, друзья, огромное. Я вам очень благодарен за вашу поддержку. Вы самые лучшие. Спасибо огромное, что вы меня смотрите. В общем, ребят, словим таксишку. Вот сначала мы, ребят, проведём экспериментик с жёлтым кэбом. С жёлтым такси. А потом с такси, которое нам сможет вызвать вар Роман. Да, как вы знаете, с GTA 4, если мы позвоним Роману, если у нас хорошие с ним отношения, мы можем заказать такси. Оно не будет жёлтое, оно будет совсем другое. В общем, ребят, давайте смотреть. Так, ребят, что-то пошло не так. Запись не записалась вообще. Вот просто прервалась после того, как я сел в такси. Очень ничего страшного. Самое главное то, что я это вовремя заметил. И всё, в общем, хорошо. Давайте сейчас сядем уже вот в эту таксишку. Кстати, вот тот же самый дядя, как был на прошлой записи. Так, вызовем его. Да, всё, можно теперь сесть в таксишку. Да куда ты? Теперь у нас копы. Понятно, понятно. Да что за бред вообще какой-то? Ну, что ты будешь делать-то, а? Мне очень нравится вот так вот делать. Короче, ребят, как обычно, Ника Белик в своём репертуаре. Хочешь вызвать такси, он его угонит. Вот такая вот ерунда происходит. Ну, ладно. В общем, как я уже вроде сказал на прошлой записи. Может быть, не сказал. В общем, я установил чит-меню, чтобы делать различные эксперименты в данной игре. Да, давайте сейчас сядем в таксишку. Всё прекрасно. Садимся. И, в общем, ребят, перед тем, как мы перейдём к сладенькому, а именно вот к этой вот статуе свободы, на самом деле, меня самому хочется уже туда поехать. Мне, на самом деле, хотелось бы прямо сейчас поехать в другой город. Сможет ли нас таксишка довести, допустим, вот досюда. Через полицейскую баррикаду. Потому что тот город у нас, та часть, точнее, не открыта ещё. Хм. Вот это прикол. Оказывается, ребят, я не знал такого. То, что, посмотрите, я сейчас ставлю маркер в город. Вот в этот город, где мы сейчас находимся, в центральную часть. Ищу его. Он здесь есть в навигаторе, да? А когда ставлю в другой город, вот сюда, допустим, который не открыт, он пропадает с навигатора, то и здесь это предусмотрели. То есть, когда город не открыт, такси не может нас туда везти. Короче, вот этот город у нас не открыт, ребят, только этот. В остальные, если я поставлю, допустим, вот сюда, он нас без проблем довезёт. Если поставлю опять же сюда, метка просто-напросто пропадает. Но, ребят, сейчас мы сделаем всё наоборот. А именно, переместимся в это место с помощью чит-меню и попробуем выехать обратно из этого города в любой другой. Давайте сейчас вот сюда, допустим, телепортируемся. Так, в указанное место на карте. Всё. И у нас автоматически даётся нам, точнее, 6 звёзд. Окей, окей. Хорошо. И посмотрите, мы просто-напросто не можем отсюда уехать. Если мы, скажем, таксишки ехать, она нас, наверное, без проблем и довезёт. Нет, ребят. Она нас не довезёт. Водителя просто убьют. Такого, ребят, я не ожидал, да. Короче, в другой город мы просто-напросто физически попасть не сможем. Даже если мы телепортируемся туда, нам дадут 6 звёзд и просто-напросто мы оттуда не уедем. Сейчас мы, наверное, заспавлимся в центральной больнице, да, вот. В центральном, точнее, районе Либерти Сити. И, в общем, ребят, первая часть этого эксперимента с таксишкой мы провели. Давайте теперь проведём вторую часть. А именно, попытаемся, попытаемся. Прикольно, прикольно. Я думаю, в реальности такого не получится. Ладно, в общем, вторая часть у нас эксперимента, это добраться до статуи свободы. Давайте попробуем это сделать. Метка у нас ставится, мы можем до туда добраться. И, в общем, нажимаем Enter. Опять звонит там какой-то пупер. Вот, и также, я так понимаю, если мы нажмём на Space, то мы поторопим нашего водителя, и он начнёт ехать быстрее, нарушая все правила дорожного движения. Да, тараня всех подряд, выезжая на встречную полосу. В общем, короче, делая просто вахханали вокруг себя. Но, за это он получит немножко больше денег, да. Вот такая вот логика ГТА. В общем, ребят, давайте смотреть за его траекторией движения. Так, водитель практически доехал, да, врезается в копов, как вы видели, уже это второй раз происходит, но они ему ничего не делают. Да, на самом деле, опять же, логика ГТА, часть 2. Давайте смотреть. Метка у нас вон там. У нас просто-напросто высаживает. Мы заплатили 23 бакса, и он просто уезжает. Ну, братан, ну так дела не делаются, я хочу попасть на остров. Почему ты меня не довёл до острова? Не довёз, точнее, до острова. Получается, он нас просто-напросто высадит. Хорошо, хорошо. Давайте попробуем ещё раз. Давайте, наверное, вызовем теперь такси, которое предоставляет у нас Роман. Опять же, отправимся в какое-нибудь другое место, рандомно, и там вызовем данную машину. Личного водителя, так сказать. Приехал личный водитель. Нажимаем кнопочку, точнее, зажимаем F, и, в общем, отправляемся вот в это место. Конечно, да, логика ГТА меня до сих пор убивает. До сих пор удивляет вот эта вещь. Они стоят просто вот так и смотрят друг на друга. Не, чтобы разъехаться. Они будут стоять до бесконечности. Надеюсь, он нас не высадит здесь, потому что этот друг Романа, Я думаю, не буду тебя так вести, как вот этот вот таксишка. Всё равно высадил и уехал. У меня возникла, ребят, ещё одна идея. Так как у меня сейчас есть чит-меню, и я могу делать всё, что угодно, давайте во время того, как мы будем ехать на эту точку, телепортируемся сразу же на этот остров. Как по мне, отличная идея. Посмотрим, как же будет себя вести такси. В общем, давайте сейчас немножко подальше отъедем, чтобы такси выбрал какой-нибудь маршрут, там логика как-нибудь там сработала, скрипт какой-нибудь сработал, и было всё хорошо. Кстати, какой-то китайский квартал... А нет, это какой-то итальянский квартал. Да, в Нью-Йорке очень много каких-то кварталов, да, самых разных национальностей, но не суть, не суть, не об этом сегодня. Давайте сейчас сядем вот в эту таксишку. Как обычно, сейчас Ника выкинет этого пассажира. Типа, братан, уходи, я заплачу больше, а таксисту вообще всё равно. Главное, чтобы ему платили. Так, хорошо, сейчас становимся вот сюда. Точнее, ставим метку сюда и едем. Теперь, теперь меняем меточку и просто телепортируемся вот сюда. А нет, тогда получается, я поменяю маршрут. Он будет опять же ехать только на эту точку. То есть, если я сейчас поставлю метку вот сюда, то он приедет сюда, да? Получается, такси сейчас работает по метке. Нет, такси не работает сейчас по метке. Такси сейчас тупо едет на остров свободы. Метки на карте нету, а он едет куда-то. Ну-ка, давайте тогда теперь телепортируемся вот сюда. Возьмём вот так. Что? А где такси? А, такси вообще упало. Хорошо, берём другое такси и опять же отправляемся на этот остров. Телепортируемся вот сюда. Надеюсь, машина не разобьётся. Нет, не разбил и всё хорошо. Помялся только днище. Такси. И теперь оно непонятно куда едет, таксишка эта. Вроде меточку я поставил. Вот сюда, ну-ка. Хорошо, если она не хочет, давайте поставим меточку сюда. И отправимся опять же на эту метку. Но он не хочет этого делать. Хм. Он нас высадил. Интересный момент. Сегодня мы просто-напросто издеваемся над логикой ГТА. Я просто поставил метку перед носом этого таксиста. И он не хочет туда ехать. Хорошо. Садимся обратно. Так, ставим меточку вот сюда, допустим. Вот прям перед носом его поставим вот здесь. А этой меточки нету. Вы посмотрите, метка есть. А у него в навигаторе метки нету. То есть он не может у нас добросить. Давайте тогда попробуем добраться вот до вот этого берега. Метки тоже, походу, нету. Давайте отправимся тогда вот сюда. Тоже метки. А нет, метка есть. Метка есть. Хорошо. Едем. Ага, он хочет, я так понимаю, вправо. Хорошо, давайте поможем ему. Подправим его вот так вот подправим. Все. Он едет. Но опять сдает куда-то назад. Опять выезжает сюда. И опять уперся в этот бордюр. Нет, уже разворачивается. Никогда такого не видел на самом деле. Просто сегодня издеваемся над этим такси. Не может. Хорошо, давайте ему тогда поможем. Ага, все равно разворачивается. Куда он тогда хочет вообще? Хм, ну-ка, он разгоняется. И просто бьется об отбойник. Если б не был отбойник, он бы упал в воду. Так, хорошо, давайте попробуем его направить, ну, допустим, вот поближе к воде. Сможет ли вообще он... Ага. Ну-ка, давай-ка. Просто не может выехать отсюда. Он хочет туда поехать, но ему мешает вот этот вот забор. Как будто он его не чувствует. Он хочет туда ехать. Вот уперто хочет. Ну, не сдается. Сдает назад. Перевернул таксишку. Вообще, просто-просто. Взял, утопил такси. Братан, что ты делаешь? Ты просто утопил такси. Это... Это GTA 4. От Rockstar. Логика зашкаливает. Как по мне, это просто какое-то безумие. Ладно, давайте попробуем еще раз. Только уже на вот этой вот таксишке. Давай, женика. Садись сюда. Выкидывай это пассажира. И погнали на статую свободы. Попробуем еще раз туда тихонечко телепортироваться. И посмотреть, сможет ли эта таксишка нас отсюда вывести. Да, давайте сейчас поставим меточку. И телепортируемся вот сюда. Телепортация. И телепортируемся на данное место на карте. Опять же, мы тупим. Зависаем в воздухе. И, в общем, давайте попробуем отправиться, ну, в ресторан какой-нибудь. Не знаю, без разницы. Хорошо. Смотрим, что сейчас будет это делать такси. Опять оно... Опять оно упирается вот в этот бордюр. И здесь тупит. Хорошо, хорошо. Давайте сменим ему направление. Поможем ему. Все, ты за бордюром, братишка. Что ты будешь делать дальше? Опять ты разворачиваешься. Опять нам кто-то звонит. Выключаем. Не хотим мы с тобой разговаривать. Так, и... Оно берет разгон и... Опять же, опять же... То же самое, как стоит таксишка. Опять она проламывает именно в этом месте забор. Пытается. Просто пытается отсюда вылезти. Ее не получается ничего. Кабутки не видят этого забора. Да, просто тупо не видит этого забора. Мне кажется, она просто не видит эту вообще карту. Кабутки это какое-то потустороннее измерение. Что-то он тут рулит. Что-то пытается куда-то выехать. Не получается у него, походу. Хорошо, давайте ему поможем тогда. В этом. А у нас игра вылетела. Вот это прикол. У нас просто вылетела игра. Попробуем еще раз это все сделать. И попробуем отправиться на вот эту миссию. Опять что-то пошло не так. Машина зависла в воздухе. Ага. Ну да, он ничего не видит. Это, видимо, это такси. Да, никаких барьеров. Хорошо. Я понял тебя. Я понял. Хорошо, давайте тогда поможем ему выбрать маршрут. Ну да, как обычно, короче, он топится. Вне зависимости от того, в каком месте он находится. Да, короче, я понял. В общем, ребята, также давайте напоследок сделаем еще один эксперимент. Я на самом деле немножко подустал уже следить за этими таксистами. Уже, честно говоря, полтора часа слежу за этими таксистами. Вы, конечно, увидите это все немножко поменьше. Просто имейте в виду, сколько это времени занимает. Вот, короче, здесь таксисты просто ломают свою голову и просто не знают, куда ехать. Опять вылетело. Так, опять произошел какой-то баг. Игра вылетела. И, в общем, это, видимо, из-за вот этих вот ошибок. То, что таксишка не может выехать из этого острова, из этого игра. Игра просто-напросто ломается. Хорошо, давайте тогда попробуем сделать еще один эксперимент. Давайте попробуем вызвать таксишку на этот остров. Ну, обычно такси мы не можем вызвать, да. Можем вызвать только личного водителя Романа. Романа, да. Хотел сказать Ламара. Романа, все верно. В общем, телепортируемся сразу туда. Вызываем. Да, все, она скоро приедет. Да, вот на карте у нас появилась синенькая точечка. Она очень близко. Вот, на краешке прям стоит. Но, видимо, она сюда, мне кажется, не доедет. Да, вон она, таксишка эта. Она... Воу! Она даже падает. Вы видели? Просто тоже ведет себя неадекватно. Она не видит, где мы сейчас находимся. Опять куда-то разворачивается. Едет сюда. Короче, она ищет какой-то ближайший путь к нам. Хорошо. Видимо, так запрограммировано, чтобы она ехала по дороге, а не по тротуарам. Опять куда-то разворачивается. Ее действия просто непонятны. Хорошо. Я понял. То есть, она до острова не может доехать. Понял. Логика. Опять таксишка ей ломается. И давайте попробуем посмотреть, сможет ли эта таксишка вывезти нас из этого острова. Сможет ли она сделать это лучше, в отличие от вот этих вот обычных желтых такси. Хорошо. Опять телепортируемся. Вот сюда. И довези-ка нас ты до ресторана. Опять она зависает в воздухе. И, короче, смотрим. Опять. Походу, да. Походу, он опять едет по тому же маршруту. Опять въезжает вот именно в тот же отбойник. По тому же маршруту едет. Именно вот в это же место. Да. Короче, логика, мне кажется, этой таксишке тоже не меняется. Она такая же, как у обычных желтых такси. Он не знает, что делать. Нет, походу, эта таксишка тоже нас сейчас утопит. Да. Короче, все понятно с ними. Но мы вовремя вышли из этого и утонули. Короче, все понятно. Все понятно с ними. Они просто здесь ломаются. И не знают, как себя вести. С ними все очень туго. И, короче, опять у меня зависла игра. Эти таксишки до добра просто-напросто не доведут. Да, ребят. Короче, сегодня мы с вами просто-напросто сломали эту игру. В который раз она у меня вылетает. В который раз я ее перезапускаю. В который раз я слежу за этими таксистами. Да, практически два часа на это все мне ушло. Просто имейте в виду. И, в общем, давайте подведем маленький итог. Первый раз мы пытались добраться до левой части Либерти Сити. У нас это не получилось. Таксишка просто туда не едет. Метку просто-напросто не ставится. Это все у нас продумано. Также, если мы ставим метку на остров, есть два момента. Таксишка может нас довезти до сюда. Но только до берега. Высадить там и сказать, типа, братан, иди пешочком дальше сам. Но если же мы таксишкой телепортируемся каким-нибудь образом на этот остров. Окажемся здесь как-нибудь вот то. То она просто-напросто теряет свою логику и не знает, что ей там делать. Она пытается вот как-то вот по диагонали отсюда выехать. Но все время получается то, что она врезается в отбойник. И все. Дальше она никуда не едет. Но если же мы телепортируемся на Пирс. Да, вот на краешек. То она просто-напросто заедет в воду и нас утопит. Вот. И, как по мне, это самый быстрый вариант оказаться в городе. Да. Около больнички Либерти Сити. Вот где-то, где-то вот здесь, короче. Вот так что я надеюсь, что вы сегодня узнали немножко побольше. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь, если оказались здесь впервые. Чтобы ничего не пропускать на моем канале. Немножко подустал. Прошу прощения. А также рассказывайте об этом видео своим друзьям. Чтобы они узнали, что же произойдет, если вызвать такси на остров. Либо же сможет ли такси нас вывезти с этого острова. Я уверен, они удивятся и им понравится. Ну, а также предлагайте свои идеи в комментариях, что мне делать в GTA 4. Какой эксперимент провести, я буду только рад. Вот. Ну, и на этом, в принципе, будем заканчивать. С вами был, друзья, как все драйли. Желаю вам всем удачи. Оставайтесь такими же классными. Ребят, никогда не болейте. Берегите обязательно себя и свои близки. Хорошего всем настроения. И увидимся в новых видео. Пока.